Ремонт не помешал бы и десяткам иркутских улиц, ведь с наступлением весны на них тает не только снег, но и асфальт. Это уже заметили многие автомобилисты и наш корреспондент Евгений Шоев. Увиденное так поразило его, что он решил написать официальное письмо всем дорожникам Иркутска. Дорогой? Нет, какой же он мне дорогой? Уважаемый дорожник, давно хотел написать тебе письмо, да что-то все руки не доходили. С наступлением весны все чаще вспоминаю я тебя нелестным словом. Вместе со снегом на улицах нашего города начал таять и асфальт. Ямы, выбойны, импровизированные канавы. Все это теперь суровая реальность для автомобилистов. По-моему, наступление получилось вполне фееричное. Переходим к делу. Не секрет, что каждая пятая авария в нашем регионе происходит из-за плохих дорог. Знают ли об этом в вашем дорожном братстве? Был сегодня на улице Горной в Иркутске. Так там до сих пор ям больше, чем асфальта. Уже год. О, вспомнил! Может рассказать ему о том видео в интернете. Ну, то, где парень отпраздновал день рождения дорожной ямы. Дорогие друзья, настал тот момент, когда этой яме, обратите внимание, исполнилось три года. Поэтому сегодня мы празднуем день рождения ямы. Поэтому мы празднуем день рождения ямы. Надеюсь, на улице Горная в Иркутске до этого не дойдет. Но вернемся к нашим ямам. Конечно, я понимаю, делать ремонт ранней весной вполне проблематично. Но вы ведь делаете. Сегодня ямочный ремонт сделали на Академическом мосту. Неделю назад на Ушаковском. Качество оставляет желать лучшего. Но лучше ж так, чем никак. Вот почему бы не сделать все дороги, как, например, Байкальскую? Чисто, ровно, аккуратно. И держится ведь уже не первый год. Помните шутку о том, что пакеты разлагаются гораздо дольше, чем асфальт? Так может быть, вы сделали Байкальскую из пакетов? Нет, ответишь ты. И, пожалуй, я соглашусь. В общем, к чему этот крик души? Уважаемый дорожник Иркутска, знай, как бы мы тебя не ругали, твою работу мы действительно ценим. Так делай ее, пожалуйста, этой весной так, чтобы гневных писем тебе слали как можно меньше. Как сделали бы ее? Евгений Шоев, Михаил Глызин и программа «Новости по будням».